это не собака это прикол ходячий я говорю куда ты ухелся я пошла белье переложила сушилку стираю мужа тут сидит я ему говорю мама тут а буся тут давай вставай вставай с козелем вставай чтоб не с ним делать давайте посмотри кто то спасибо кстати у нас розочки зацвели видите давайте я вам покажу там алекса у соседей хай говорит у них такая же система как у нас ну вернее у нас такая же как у них а вот это вот водит собака на балконе там напротив балкон это вот вчера я рассказывала отношение к собакам слышите и рассказывала про эту собаку вот сейчас еще нормальная погода не жарко целую зиму я ее не слышала но слава богу собака жила жива и вот опять начинается они выпускают на пати ну так называемые балконы вот такие у нас балконы здесь видите пати называется и вот эта собака все лето может править я иногда закрываю двери хочется иногда квартиру проветрить знаете она воет и воет и все мои мозги не срабатывают я просто закрываю все окна и двери чтоб не слышать этого боя они где-то утром часов 7 утра едут на работу выпускают собаку и вот 40 градусная жара как бы да и собака целый день на этом балконе когда зелени не было в прошлые года даже я весной видела эту собаку то есть было видно вот и они возвращаются где-то часов 8 представьте себе целый день это слушать и это было жесть конечно не так было жалко этого пса я даже хотела там гулять и смотреть вообще ну кто там хозяева мы даже соседями говорили по этому поводу и они тоже очень возмущались так что мой русички так рано все цветет еще даже не май смотрите как трава поднимается быстро дожди прошли опять косить надо когда я помидоры уже куплю надо бы что-то здесь посадить укропчик прорвался там вот эти два горшка пустые привет девчонки ну по крайней мере комментариев от мужчин я не увидела почитала ваши комменты вот села с вами немножко поболтать честно говоря извиняйте за мои французские заеблась кухни сейчас иду еще может приготовлю эти тефтельки собачки нам ругаются надеюсь меня слышно хорошо потому что у меня нет такого микрофона профессионального вот как есть так и снимаю кстати когда я говорю на youtube что у меня марафон добежать до тысячи подписчиков я смотрю там один подписчик соскочил другой подписчик соскочил я так подозреваю что от меня ждут какого-то хайпа знаете что я буду говорить о политике жестко высказываться у меня же есть там название что я журналистка политэмигрантка и очевидно от меня тоже ждут каких то действий никаких действий не будет я рассказываю здесь сша по своей жизни вот ну давайте к вашим комментам вернемся спасибо огромное за советы наташа мне посоветовала тоже как мясо быстро готовить честно говоря очень устала по поводу чебуреков тоже огромное спасибо я там даже рецепты себе какие-то поскидывал знаете как тесто чтобы она была пузырчатая хрустящие как тому же приготовлю но муж мой сожалению не очень-то хочет кушать здоровую еду поэтому мясо плюс жареное тесто это как бы не очень хорошо поэтому чебурек чебурек я ему обязательно приготовлю следующий раз у меня остались сейчас осталось немножко фарша я ему пойду эти сделаю какие-то хотя бы более-менее диетические диетики творог да мне девчонки напомнили творог со сметаной и с вареничком это так вкусно знаете просто в сша нормальный творог купить невозможно в американских магазинах я имею ввиду хороший творог есть в русском магазине но это в бок и мор нужно ехать далеко как бы и не очень дешево поэтому но вот в этот раз у меня творог получился наверное я теперь буду это практиковать потому что за творогом очень скучаю но такой творог как украине у меня конечно не получится коврик сушиться нужно стирку так что еще там было до ситуации в сша конечно не очень простая инфляция высокая спасибо что вы пишете также то живет сша свои отзывы свое мнение для меня это очень важно сейчас на youtube кстати знаете такой кошмар происходит вот среди этих блогерец которые сюда приехали в сша либо замуж по выходили либо раньше вещали о каких-то отношениях между мужчиной и женщиной у них были такие семейные блоги у них просто знаете так о жизни в сша сейчас они тоже подсели на политику то есть у одной блогерицы скажем так которая никогда политика не интересовалась у нее одно мнение у другой блогерицы другое мнение и сейчас в интернете знаете такой происходит срач и вообще мне непонятно зачем они это делают ну вернее я догадываюсь очевидно чтобы сорвать хайп на всех этих трагических событиях но я этим заниматься не буду то есть мне в принципе странно люди которые не глубоко во все это вникают то что происходит в мире они себе позволяют оставлять знаете одно или другое мнение и сеять вот эту вот ненависть между людьми для меня это страшно и непонятно то есть возможно я бы тоже могла бы сорвать хайп мне достаточно открыть свои видео которые сейчас остаются открытым закрытыми что я хочу сказать у меня тоже есть своя позиция но эта позиция не однозначная если бы я допустим не бежала из украины если бы мне вслед не писали что ты там сепаратистка когда я проработала много лет на украинском телевидении и помогла многим людям и когда меня просто оболгали возможно у меня бы тоже была какая-то однозначная позиция но у меня этой позиции быть не может потому что я собственно смотрю на все эти события в контексте единственное что я могу сказать мне очень жаль молодых людей которые идут на войну неважно с какой стороны или со стороны украины либо со стороны россии мне очень жаль когда бомбят мирное население неважно где в Донецке в Луганской области в Харькове где у меня подруга в Луганской области это там где я родилась а в Донецке тоже я была и пыталась там устроиться на работу это был цветущий город Киев знаете даже западная Украина где я родила трех своих детей западную Украину тоже бомбили и люди не знали куда прилетит эта бомба то ли куда-то там где сохраняется какая-то военная техника то ли на бурштинскую ГЭС то ли еще куда понимаете люди жили в страхе пять же дней все это ужасно это не наша война я вот это хочу сказать и поэтому хайповать на этом пока все это не закончится я не буду не буду высказывать свое мнение вот я за белых или я за красных уже достаточно боли в этом мире еще хочу добавить что на войне делаются хорошие огромные деньги поэтому не забывайте об этом оставайтесь с людьми вот это я хотела добавить ну а по поводу того что себе позволяет в лагерине которые ну как бы вообще знаете не замысливая все глубоко над тем что происходит что сказать бог им судья знаете сорвать хайп на этом наверное просто для того чтобы рейтинг канала повысился для того чтобы деньги пошли кстати у всех этих благерин так сказать у них довольно такие большие каналы им все мало этих денег с ютуба у меня канал маленький я не знаю сколько нужно вообще человеку для жизни по моему все просто вот я сижу на заднем дворике у меня птички поют собачки гавкают и вот мне кажется что даже этого достаточно я психую но я пойду готовить в теле своему мужу и это уже счастье понимаете потому что есть ощущение готовить надо мной мирное небо спасибо и за это а срывать хайп на войне мне кажется это так глупо недостойно так низко и сеять эту вражду которая и так знаете бурлит на моем канале этого не должно быть вот это я хочу еще добавить что еще вчера так и не долезла до ванны надеюсь что сегодня наконец надену на себя маску косметическую на голову на цеплю краску завтра буду очень красивая вот желаю вам всем мира добра спасибо за ваши добрые коменты пусть будет мир пусть у вас все будет хорошо и даже замечательно увидимся до встречи уставшие уставшие немножко переживаю конечно переживаю у меня в Украине друзья родные переживаю когда это все закончится кстати тоже знаете почему у меня такая неоднозначная как бы позиция по всем этим событиям когда я не беру в руки тут или другой флаг в руки потому что я знала почему я бежала и когда я оказалась в гетто Детройт и работала на клининге и мои дочери выперли меня из Украины сказали мама ты здесь никогда не останешься и они тоже увозили мою собаку ее звали Фиора это Аканы Корсу которую я нашла нянчила нашла больную в бронхит там там были проблемы у собаки мы ее лечили и я очень надеялась что я уже приехав в США смогу эту собаку обнять но увы не получилось и я ехала с работы очень уставшие а в это время моя дочь собаку перевозила через границу в Польшу моя дочь сейчас в Польше находится и моя дочь не знала или собаку вообще пропустить через границу то есть она делала все эти документы прививки все это было крайне сложно большие деньги а я ехала с клининга и писала дочери что ну вот ты меня из Украины выперла моя дочь работала со мной телеоператором могу и сейчас вывозишь мою собаку из Украины мою собаку она мне пишет что я должна была ее в Украине оставить а вот всех нас рассорили у нас у многих трагически а судьба складывается знаете я 8 лет не видела детей с дочерьми с дочерьми своими я год не разговаривала нормально практически вот и сейчас как бы так знаете они знают мою позицию я не могу кричать Слава Зеленскому или Слава Порошенко или Слава там Януковичу 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 не могу поэтому так вот остаемся людьми и я бы могла много еще раз сказать но пока что такой семейный канал остается может быть а рано еще кровоточить что какие-то люди вошли в мою жизнь посмели ее как-то там переинать хотя я должна быть им благодарна в том числе этим как они себя называли нацикам благодаря которым я должна была в США которые меня оболгали у меня все нормально все хорошо но рано еще кровооточит и знаете как я желаю добра всем всем этим людям которые которые пытались меня унизить я желаю чтобы в Украине было мирное небо чтобы их мужья дети были живы и здоровы сыновья братья в том числе чтобы они не попали в мясорубку вот так вот я желаю в мир даже своим врагам ну вот такое вот внесуразное видео получилось что что нужно делать что ты ну ты ничего